Десантники Чуваши вместе со всей Россией отметили 84-ю годовщину создания элитного подразделения воздушно-десантных войск. Отпраздновали с размахом, но сдержанным и без происшествий, опровергнув тем самым устоявшиеся мнения о себе, как о шумных ребятах. Я только стремился в ВДВ, это моя мечта, я ее осуществил, я достойно ее прошел. И очень приятно, по прошествии стольких лет идешь по улице, а общество наше, гражданские люди, улыбаясь, приветствуют и желают искренне нам наилучшего. Станислав прав, десантников ценят не только люди в погонах, с огромным уважением относятся к ним и гражданские. За 84 года существования ВДВ их бойцы ни разу не дали поводу усомниться в своей доблести. Собственно, туда и берут крепких не только телом, но и духом. Как отметил глава ЧУАШ и Михаил Игнатьев, десантники всегда с честью выполняют поставленные задачи. Будь то миротворческая миссия или защита интересов Родины. Сегодня у многих участников праздника на груди орденские колодки. Но, как признаются сами десантники, главное, чему учат ВДВ, это дружба. Ребята с Ульяновска приехали в Чебоксары, чтобы вместе служили с ними, 76-й дивизии. Прошли горячие точки, служили все. И гордимся тем, что служили в ВДВ, то, что носили голубые погоны, голубые береты. Маргеловские птенцы, как называют десантников в честь одного из командующих ВДВ Василия Маргелова, быстро встают на крыло, а любовь к полетам проносят через всю жизнь. Наверное, потому что в их форме так много небесной краски. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Антон Вовк. Республика.